Ребята, вы только гляньте, какое красивое небо. Смотрите. Сейчас попытаюсь открыть окно и вам его показать. Вы послушайте. Слышите? Как птички поют. Доброе утро, ребят! Доброе утро! Народ уже проснулся. Шесть утра, но уже все встали. А небо-то какое великолепное. Просто обожаю утро. Ну что, добро пожаловать на канал Иринка Миски. Миски, меня зовут Ирина. И я рада вас видеть у себя на канале. Ну что, сегодня проведем день вместе. Надеюсь, вам у меня будет интересно и полезно. Но оно было бы еще более добрым, если оно начиналось бы на часик позже. В общем, время на часах шесть часов. Я себе забабахала масочку, чтобы подлечить свои воспаления. И, да, без этого, к сожалению, никак. Блин, на губы попало. Напишите, вы утром делаете масочки какие-нибудь или нет. У меня еще паразит ячмень пытается вылезти. Но я упрямо сопротивляюсь, чтобы он не появился. Ну, такая, знаете, прям картина маслом. Воспаление какие-то. Постакнешки. И тут еще ячмень. Ну, да ладно. Вы меня видели уже всяко-разно. Мне кажется, у вас такая серьезная закалка. Я сейчас хочу, пока у меня есть время, пока действует маска, хочу почистить полки, которые у меня стоят в ванной комнате, для того, чтобы просто убрать и случайно не намазаться тем, чем уже не нужно мазаться, потому что у нас активное солнце. Ну, в общем, я сейчас все покажу, что я буду убирать. Что я хочу убрать с полок? Я хочу убрать кислоты для того, чтобы просто ими не взначай не намазаться. Хотя я знаю, что есть штатские, кто, к примеру, вот кислотами вот такими, вот, к примеру, от Елизаветы спокойно пользуются даже летом. Но я не хочу рисковать. Я хочу его убрать. Наверное, я их все-таки уберу. К сожалению, не успеваю допользовать вот этот вот лосьон от Урьяж. Может быть, я его сейчас просто буду протирать ему спину, либо еще что-то, потому что у него срок годности 9 месяцев. И я боюсь его вот половинчатого такого выбросить. Я поняла одно то, что нельзя вот так вот делать, открывать два лосьона, либо два тоника одновременно, потому что ничего от этого хорошего не получается. У меня вот здесь половинка, но тут меньше половинки Елизаветы, потому что что-то как-то Елизавету я очень сильно юзала, пользовала. А здесь, как видите, ровно половина. Поэтому в моем случае нужно открыл, допользовала, открыла новое. А то как-то получается не очень хорошо. Я достала свои кремушки с SPF. Урьяж косметика мне очень сильно нравится. Вот эта миниатюрка. Но здесь миниатюрка в 5 мл. И ее хватит на очень долго, потому что кремы Урьяж очень экономичные. Прям вот с SPF кто. Есть вот этот вот дорогущий крем TimeCode от MDCutical. Это вообще супер-супер вещь. Он очень круто защищает. SPF 90. Но он поразить такой у меня вызывает подкожники. И меня это прям бесит. Серьезно. Но он очень круто работает на коже, но вызывает подкожники. И знаете, он у меня сейчас как чемодан без ручки. И выбросить я его не могу. И пользоваться я им в полной мере тоже не могу. То есть как бы он у меня такой как НЗ стоит. У него год срок годности. То есть у него до сентября месяца он у меня простоит. Посмотрим, использую я его летом или нет. Но все-таки очень-очень обидно, что у меня некоторые компоненты данного крема обсыпают именно подкожниками. Но это потому, что в нем содержится витамин Е. А вот это моя индивидуальная особенность кожи. То, что именно на витамин Е меня сыпет. И что у меня тут остается? У меня есть еще вот эти вот кислоты. Я, наверное, вот эти вот оставлю. Потому что у меня их тут осталось немножечко. У меня их тут осталось немножко. И срок годности после вскрытия этих кислот 6 месяцев. И стоят они очень-очень дорого. И мне очень жалко их выбрасывать. Поэтому сейчас буду ими пользоваться вечером. Тут салициловая кислота, молочная, гликолевая и гиалуроновая кислота. В общем, если вы еще не видели обзор у меня на вот эту продукцию, вы ничего еще не слышали, заглядывайте ко мне в инстаграм. Миски к 99,70. Либо здесь на канале у меня есть подробное видео о бод продукции М-Десютикл. Оставлю, конечно, в инфобоксе. Проходите, смотрите. Очень полезное видео. На самом деле, дорогая косметика, но она достойна внимания. Так, у меня здесь остается вот эти вот мои любимые. Так скажем, мой любимый серум от Юник. С удовольствием просто, с удовольствием им пользуюсь. У меня вот это еще крем с пептидами. Он уже для меня жирноватенький сейчас становится. Потому что он такой более какой-то питательный. Вот такой, знаете, прям для зрелой кожи. Отлично подойдет девочкам 30+. У кого очень сухая кожа и требует питания от 25-23 лет. Знаете, вообще, я хочу сказать то, что любую косметику нужно подбирать не то, что даже вот по возрастным рекомендациям данных кремов, да, там каких-либо кремов. За исключением некоторых марок, где добавляют гормоны. Вот где добавляют гормоны, девчонки, будьте аккуратны. А если косметику не добавляют гормоны, то можно смотреть именно по тому, что он делает, несмотря на ограничения по возрасту. Если в косметике присутствуют гормоны, вы можете спровоцировать то, что, во-первых, а кожа у вас привыкнет именно к этому крему, и б вы запустите необратимые процессы с кожей. То есть, возможно, ускорите какие-то не очень благоприятные воздействия на кожу. Будьте внимательны. У меня есть еще здесь лопаточка, кстати, от этой масочки, от этого кремушка. Очень удобно. Лосковые полосочки и крем вот этот. Он у меня абсолютно налевый, и что-то я как-то не пользуюсь кремом от Шесейда для области вокруг глаз. Наверное, надо его отсюда убрать. Я его ни разу не открывала, и он у меня вот тут просто стоит. Так что немножечко я тут почистила. У меня остался вот этот вот лосьон от моего любимого бренда Герлен. Амбель Рояль называется с медом. У меня аллергия на мед, но посмотрим, может быть, начну им пользоваться тоже абсолютно налевый. А здесь пока все оставлю так, за исключением, наверное, беру вот эту вот крем-маску с фруктовыми кислотами. Хватит все, уже апрель месяц на носу. То есть, как бы уже все, здравствуй, апрель. Так что надо убирать все кислоты. Ну, вот эту я, наверное, допользую. Упс. Вот эту допользую, потому что у меня тут ее осталось буквально на два применения, и все выброшу в пустые баночки. Достала свой гумаж от Клоринс, и у меня тут добиваю уже просто вот эти средства. Все позаканчивалось, надо будет приобретать. Так что вот это я уже откладываю, а вот этим буду пользоваться. Сейчас, кстати, во все еще пользую вот этот мост для тела от Невея. Это их новиночка мне приходила в пиар-рассылке. Мне понравилось. Вот прям да, я прониклась, мне понравилось, поэтому тоже вам советую. Сейчас я, кстати, намазюкаюсь перед тем, как поехать на работу. Настал вечер, и я никак не могу, кстати, снять, сесть в видео станционарно, показать вам уход, который я сейчас буду делать в апреле. И, скорее всего, это я сделаю на конец апреля, и будет это уход за волосами апрель-май. В общем, только что вывезла из душа, и почему-то я захотела вам показать, что у меня сейчас стоит в ванной комнате. Именно из бальзамов шампуни выходит за волосами. Первое, что я достала из запасов, это сибирское здоровье. Это шампунь для роста волос. Это их еще старая версия шампуня и бальзамов. Сейчас они поменяли дизайн. В общем, что могу сказать. У меня на него есть подробный обзор, видеообзор нам в моем инстаграме, скик9970. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм, чтобы не пропустить свежие минутные обзоры. Я делаю для вас подробные видеообзоры. Там я распедаливаю полностью составы, как это работает на коже, понравилось, не понравилось. То есть детально все вам там рассказываю. Ну так вот, шампунь до этого мне нравился намного больше, чем сейчас. Сейчас я поняла, что этим шампунем я реально мою волосы каждый день. И в этот раз, когда я стала пользоваться данным шампунем, привыкание произошло к этому шампуню буквально на четвертое применение. Я подразумеваю под словами привыкание, это когда буквально проходит сутки и ваши волосы требуют мытья. Прям они не просто грязные какие-то, знаете, не брастящие, а именно они такие уже жирные, такие прям вот основательно такие засаленные. Вот привыкание от этого шампуня именно вот такое у меня. Но на удивление мне зашел их кондиционер, бальзам-кондиционер. Очень мне понравилось. Он вообще такой густой, как видите, я выдавливаю как могу. И наношу я его только на длину. Мне очень сильно нравятся волосы после него, очень-очень мягкие. Сегодня я не пользовалась этим шампунем. Сегодня я пользовалась шампунем. Еще у меня, кстати, такие две малютки. Тревел-версии от Сибирика. Облепиха Сибирика. Неимоверно очень вкусно пахнет облепихой. Мне вообще понравилась, кстати, серия шампуня. По-моему, питание, ламинирование. Вот это, по-моему, кстати, и есть. И был у меня шампунь для всех типов волос. Я покупала как-то в большом объеме. Ну так вот, шампунь мне этот очень сильно нравится. Безумно вкусный аромат облепихи. Очень-очень понравился. Я сегодня как раз волосы мыла вот этим шампунем. И на длину наносила вот этот бальзам. Не знаю, как это все будет выглядеть, как все это высохнет. Но по моим ощущениям, вроде бы, как бы, волосы хорошо забальзамировались, закондиционировались. То есть, достаточно хороший визуальный эффект. Тектильный, точнее, когда смывала. И есть, конечно же, к нему облепиховый бальзам. Но я это попробую чуть попозже. Так что, собственно говоря, вот такой сейчас, вот такой уход именно из шампуня и бальзамов у меня стоит. В ванной комнате на ободке моей ванной. Я для вас снимаю видео. А у меня, знаете, так вот кот сидит и за мной подглядывает. Да, Дарин? Да, да. Подглядывает за мной кот. От меня облепихой пахнет, Дарин. Ты не можешь понять, что это за запах такой, да? Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне, мой котик. Иди ко мне, мой абормотик. Ну что, девчонки, наверное, пора ложиться спать. Да, Дарин? Будем ложиться спать. Время уже 11 час. Все, уже пора спать ложиться. Так что большое спасибо, что вы досмотрели этот влог до конца. Большое спасибо, что вы были со мной. Конечно же, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет очень приятно. И напишите, как прошел сегодня ваш день. Чем вы занимались. Ну куда ты залез своим пролетарским происхождением в экран? Я вас всех люблю. Целую. И мы с Дарвином, и с Кирюхой. Говорим вам пока-пока. И до завтра, да? Люблю вас. С вами была ваша Ирина. Пока-пока.